Так, дорогие друзья, я рада вас видеть, потому что сегодня печальный день для всех, для нас, но такова жизнь, поэтому, как говорится, будем продолжать жить. Главное, что мы помним, что с нами Иисус, что Он ходатайствует за нас, и, как Павел говорит в 8 главе и с Маримлянным, ни страдания, ни гонения, ни издевательства, ни смерть, ничто не разлучит нас с Господом Иисусом Христом. Поэтому будем помнить об этом. Итак, у нас тема, да, многие были уже, мы когда-то давно проводили вот такой семинар о притчах. Ну, во-первых, недаром говорится повторением о течении, во-вторых, кто-то не был, кто-то забыл, поэтому надеюсь, что вы не будете скучать, не будете засыпать и будете слушать, и будете задавать вопросы. Если я на какие-то темы не отвечу, то поймите, что я тоже отнюдь не всеведущая. Как кто-то, я тут выступала по радио во вторнике, кто-то задал вопрос, почему Павел что-то там сказал не то. Вот, если он же Павел, вот я говорю, знаете, один в Библии замечательно сказал, хоть он и Павел, но он все равно человек. Так что, а я уж даже себя с Павлом, извините, не равняю. Но я буду просто говорить, что если я не смогу на что-то ответить, я буду просто тихо и скромно отвечать, я этого не знаю. Итак, притчи. Иисус говорил притчами. Мы видим это в первых трех Евангелиях. В четвертом Евангелии там другая ситуация, поэтому там притч в строгом смысле слова нет. Там есть некоторые как бы обломочки таких притч, которых нет как раз в первых трех Евангелиях. Там есть некоторые аллегории, но мы сначала с вами поговорим, почему Иисус говорил притчами. Причем мы разберем какие-нибудь самые такие интересные, важные притчи. Сначала поговорим, что такое вообще притча. Потому что все вы, наверное, слышали не один раз. Сейчас на Востоке люди очень любили притчи и там часто говорили притчами. Но если вы возьмете Ветхий Завет и будете искать там притчи, то вы практически ничего подобного не найдете. Там есть две притчи точно. На весь Ветхий Завет огромные. Две притчи. Это приходит пророк Нафан к Давиду и рассказывает притчу про овечку, про любимую овечку, которую богач забрал и зарезал для того, чтобы угостить своих гостей в то время, когда у него самого целое стадо. Это притча классическая. И притча в пятой главе пророка Исаии о виноградаре, который насадил виноградник, устроил все, что надо. Он прекрасная земля, удобил ее, сделал все, что должен делать садовник, виноградник и надеялся на то, что в следующем году уже будут прекрасные, сочные, сладкие грузии. А грузии оказались дикие, кислые. Там это и притча, и одновременно аллегория, потому что дальше сказано, что виноградник Божий – это народ Израиля, а виноградарь – это Господь Бог. Но все равно это были менее притчи. Если мы посмотрим не Писание, а ранние тексты около Писания, то был один очень известный еврейский учитель, он был лет так на 30-40 моложе Иисуса. Есть что-то наподобие притчи, он назвал тело человека статуей, а душу – гостем. То есть душа появляется в статусе, и человек становится человеком, а не камнем. Ну, согласитесь, что не очень, так сказать, и интересная притча, и, в общем-то, уже потом появляются более поздние, уже в Талмуде будут притчи. А мы так и не ответили пока на вопрос, что такое притча. Значит, по-еврейски притча – это машал, парамельский матла, по-гречески параболе. Вы угадываете параболы, да? То есть, что это означает? Что это метафора на самом деле. Это нечто, когда рассказывают, не дают чистую информацию, а когда камень бросают, но он падает рядом. Он не падает в цель, а он падает рядом. То есть, это некая метафора. Таким образом, мы с вами привыкли называть притчами целые рассказы о блудом сыне, о работниках-винограднике, о лазере и богаче. Ну, я не буду перечислять, естественно, другие притчи. То есть, мы привыкли притчами называть некий рассказ, небольшой. Но на самом деле это просто один из видов притч, так называемая повествовательная притча, ну или совсем по-другому нарративная притча. А притч огромное количество. Вот евреи называли притчами и афоризмы, и пословицы, и поговорки, и загадки, и распространенные метафоры, длинные метафоры. Поэтому, понимаете, мы можем перечислить вот эти повествовательные притчи, взять и просто посчитать их, и сказать, сколько их там в одном Евангелии, или вот в этих первых трех Евангелиях, но сказать, сколько Иисус рассказывал притч, мы не можем, потому что есть масса таких вещей, которые мы не считаем притчами, но они притчи. Потому что, когда Иисус говорит, вы соль земли, это притча. Город, который стоит на горе, это притча. Вот, а тем более там гости на свадьбе и вино, которое льется в старые мехи, или в новые, или заплата старые, но в этом мире уже три притчи. Вот, что их объединяет? И аллегория – это тоже вид притчи, когда я говорю нечто, а подразумеваю что-то другое. То есть греческое слово аллегория, говорю нечто другое. Таким образом, это формы поэтического языка. И важно помнить, очень важно помнить, что в каждой притче, коротенькой или более-менее длинной, есть некий общий для всех элемент, а именно есть некоторая загадочность. Поэтому загадка – это притча, и, собственно говоря, значит, когда рассказывать притчу, надо немножечко напрячь голову, нам дают нечистую информацию, а нам надо немножечко подумать. Есть притчи легкие, где мы мгновенно практически разгадываем, а есть загадки, которые потруднее, и гадают, и спрашивают, а что это такое. И я в своё время, когда я была молодая, и я была абсолютно уверена, что вообще в Евангелиях нет ничего трудного. И когда кто-то мне сказал, а там есть трудные места, я сказала, какие трудные места, что там за трудные места, там всё понятно. Вы знаете, на чём я споткнулась? Я споткнулась на 16 главе Евангелия от Луки, где вот управитель там, который обворовывал хозяина, да. И вот я на этом застряла. Вот с этого началось, я так сказать, моё изыскание. Я стала спрашивать. Значит, и тут я поняла, что есть очень много вещей трудных. Я теперь более-менее разобралась, но я не могу сказать, что я знаю, там идеально всё понимаю и так далее. Так что, вы видите, всегда есть в притче эта вещь, которая требует некого напряжения ума. И мы видим, что ученики Иисуса не были какими-то гениями, не были Эйнштейнами. И довольно часто после того, как Иисус рассказывал притчу огромной собравшейся толпе, они оставались наедине, и он спрашивал, а что ты? Они спрашивали Иисуса, а что значит то-то, то-то, то-то? Иисус объяснял им, а иногда он при этом даже удивлялся, говорил, и вы такие же бестолковые, не понимаете разве что? Вот эта притча, а зерни, если вы не поняли этой притчи, как же вы поймёте другие притчи? Что ещё очень важно в притче? То, что она, это образ. А образ, вы знаете, образ, картина запоминается гораздо сильнее, чем простая информация. Вот нам кто-нибудь скажет какое-нибудь правило. Сколько правил мы учились в школе? И сколько их у меня осталось в голове? Я даже боюсь думать. Я не уверён, что я помню правила о штанах Пифагора. Потому что правила забываются. Но вот, значит, радуга, вот эти самые, сколько там... Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот это, понимаете, я ведь не пыталась это заучивать, зазубривать, но это когда-то было сказано. Я это помню, потому что любой образ, он врезается, он запоминается. А информация, она, ну да, она приходит в голову, но потом довольно часто также и уходит из головы. Поэтому Иисус говорит со своими слушателями, он говорит именно так, чтобы они задумались, попытались разгадать загадку, а во-вторых, чтобы они её запомнили. Вот, хороша загадка, если ты на следующий день уже не помнишь, её и нечем разгадывать. Кроме того, это, конечно, форма такая поэтическая. Некоторые могут быть удивлены словами о том, что Иисус был истинным поэтом. Просто мы привыкли читать синодальный текст, а там всё передаётся прозой, в то время, когда большая часть речи Иисуса – это поэзия. Он произносит поэтически. Если мы возьмём Ветхий Завет, не Новый Завет, то там вообще, например, все псалмы – это гимны. Они исполнялись под музыку арфы, лиры, то же самое греческая поэзия. Поэтому они исполнялись под лиру, поэтому называется лирическая поэзия. Лирический поэт, да? Мы даже не думаем, почему лирический, а потому что там, значит, Лира, псалтерион – это инструмент, тоже струнный инструмент, потому что псаллу по-гречески – это дёргать струны. Вот, и поэтому псалтерион и псалмой – то есть, значит, такие гимны, которые исполняются под музыкальное, значит, сопровождение музыкального, особо музыкального инструмента. Даже часто бывают изображения, давит, сидит, значит, с музыкальным инструментом, который чем-то напоминает арфы, ну, конечно, арфа – она большая, но лира, гитара, по-гречески, кефара – у нас гитара. Вот, поэтому а поэтические тексты тоже запоминаются. Мы могли сказать, да, потому что там есть рифма, но дело в том, что древняя, как раз древняя поэзия рифма не имела. Рифма в поэзии появилась очень поздно. Поэзия древняя всегда основывалась на ритме. Рифма, вы можете быть удивлены, но рифма впервые появилась в прузе. Это когда какие-нибудь ораторы выступали, и они иногда употребляли в своих речах рифмы. Но это не поэзия. Поэзия – это ритм. И когда есть попытки некоторых современных ученых делать обратный перевод с греческого, Иисус говорил на арамейском, с греческого переводить на арамейский. Понятно, что это субъективная вещь, потому что один переведет так, другой переведет этак. И сколько будет переводчика, столько будет переводов. Но я думаю, что самое главное остается. Так вот, вы знаете, там оказывается просто действительно такое количество поэзии. Там и аллитерации, когда слова начинаются на одну букву, например. У Павла такие есть вещи. Там огромное количество поэтических приемов. Еврейский – он такой очень сжатый язык, поэтому речи Иисуса короче, чем греческие тексты. Поэтому Иисус говорит сознательно. Он о поэзии, ведь призвана человеку показать всю красоту мира. Мы привыкли к тому, нам почему-то так внушили, что христианство – это вещь печальная, угрюмая. И, в общем, мы не должны любить мир. А мир мы воспринимаем как всё то, что нас окружает, в то время, когда мир – это, например, в 4 Евангелии, это человечество, которое не приняло Христа, доброй не Христа. А мир, как природа – это дар Божий, это невероятная красота. И Иисус постоянно показывает нам эту красоту. Он не придумывает каких-то таких, знаете, сложных оборотов, сложных ситуаций. Он берёт в качестве составных частей своих притч, своих притчей, те вещи, которые были знакомы абсолютно всем. Он рассказывает о том, как сейт зерно, как убирают, как жнут, как ловят рыбу, как отбирают рыбу, съедобную и несъедобную, о том, как устраивают пиршество, о том, как ссорятся братья и так далее и тому подобное. То есть он рассказывает, берёт те ситуации, которые абсолютно каждому человеку, слушателю, если он только не глоку, абсолютно понятны. И из этой ситуации он делает притчу, притчу, которую нужно разгадать, которую надо запомнить, потому что там очень важные вещи. Иисус не рассказывает просто так ради развлечения. Он не развлекает людей. Во-первых, он рассказывает много притч о царстве Бога. Как можно рассказать о царстве Бога? Но мы же никто не знаем, как там. Недаром же Бог святой, то есть иной, да? Иной. Мы можем аж сколь угодно много придумывать, но на самом деле мы не знаем, что там и как там. И по этой причине Иисус тоже не пытается рассказать, как там будет. Людей это, конечно, очень интересует, но если бы это нужно было для нашего спасения, то нам бы об этом подробно рассказали. Для спасения нам этого не нужно. А так как мы все туда уйдем, в правую сторону или влево, вместе с овцами или вместе с козлами, то мы сами узнаем. Нам не надо сейчас рассказывать. Нам нужно рассказывать о том, что мы должны делать для того, чтобы мы были спасены, а не интересоваться, как там у нас будет. Будет, все мы узнаем, как там будет. Но человек представляет себе вот иную жизнь и все равно по образцу земной. Это все всегда понятно, потому что все духовное мы постигаем через материальные вещи. Как мы можем понять духовное, если мы люди из плоти и живем на земле, мы можем гадать, мы можем только тыкать пальцем. Поэтому чаще всего царство Бога изображается как пиршество. Люди жили очень бедно. Мы сейчас даже не самые богатые из нас. Олигархов у нас здесь нет. Есть там кто-то более зажиточный, кто-то менее зажиточный. Но все равно, я думаю, что по сравнению с людьми первого века, которые окружали Иисуса, большинство из тех, кто окружал Иисуса, мы вообще-то выглядим очень богатыми. Мы объедаемся. Люди ели два раза в день. Мясо ели раз в неделю хорошо, а то раз в год. Почему Павлу так Павел объясняет жертвенное мясо, понимаете? Потому что некоторые могли только вовремя в это время поесть мясо. А им говорят, нельзя, потому что это принесено в жертву. А люди как-то так привыкли, что мясо им все равно хочется. Тем более, что это еще за даром. Поэтому это царство очень часто изображается как пиршество. Поэтому там царь, там гости, там едят и пьют, и всего этого изобилия. Там чаще говорится хлеб и вино, но хлеб – это не просто хлеб. Под хлебом, понимается, самая разная пища. В общем, или свадьба – это тоже пиршество, это тоже много всякой еды, это веселье, это радость, это огромная радость. И тогда жених, мы понимаем, что чаще всего это Бог или Христос. Невеста там обычно не упоминается, а если упоминается, то мы знаем там из Апокалипсиса и других вещей, что это церковь, народ божий очень часто называется невестой. Поэтому, видите, притчи – это Иисус объясняет нам жизнь иного века при помощи понятных всем приятных вещей. Потом люди ожидали пришествия Иисуса очень скоро. Вот, 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 вот. Возможно, при жизни нашей. У Павла, Павел даже проговаривается в первом письме псалоникийцев. Он говорит, там, знаете, там текст, который к сегодняшнему дню подходит. Там люди переживают, что кто-то из христиан умер. Им кажется, что умершие христиане, ну, они как-то, им будет хуже, чем тем, кто дождался Иисуса живым. И Павел утешает их. Он говорит, что они как раз воскреснут, когда придет Христос. Они первые встанут и будут встречать Иисуса. И только мы, вслед мы, оставшиеся в живых, пойдем за ними. Посмотрите, Павел включает себя в это понятие мы, оставшиеся в живых. То есть ему, он просто проговаривается, ему кажется, что это так скоро, что он останется в живых. Во многих своих письмах он говорит о том же самом, и только уже в более поздних письмах появляется грустная нотка, он начинает понимать, что, вероятно, он не доживет до прихода Господа. Не потому, что Господь придет очень поздно, а потому, что, скорее всего, жизнь его закончится, как она и действительно, согласно христианским легендам, закончилась, именно мученическим образом. И так как никто не знает, когда придет Иисус, а Иисус говорит о том, что он сам не знает, когда, потому что пришествие Иисуса совпадает одновременно с явлением Бога и с Божьим судом. И когда ученики спрашивают, он говорит, что об этом нет, он не знает ни ангелы, ни сын, знает лишь один отец. Он рассказывает целый ряд притч, для того, чтобы убедить людей, что они должны быть терпеливы, и что они должны ждать прихода Господа. Господь придет обязательно, но никому неизвестно, когда Он придет. Надо ждать терпеливо, и надо понимать, что Он придет тогда, когда Он захочет пройти, а не тогда, когда мы захотим, чтобы Он пришел. У нас есть огромное количество притч, ну, огромное, может быть, я чуть-чуть преувеличиваю, но много притч о том, как люди не умеют ждать. И тут, конечно, наверное, первое, это про девушек умных и глупых. Дело в том, что люди того времени прекрасно знали. Год длилось обручение, девушка и юноша считались мужем и женой, но они живы раздельно и не вступали в супружеские отношения. Затем заканчивался год, и уже как бы начиналась настоящая свадьба. И дружки, то есть друзья жениха, шли, вели там невесту, там были, естественно, могли быть споры по поводу количества приданого и так далее, и тому подобное. Их встречали девушки с факелами. Факелами. Факелы, сами понимаете, что такое, да? Там палка обмотанная тряпкой, тряпка со смолой и пропитана слоном маслом, оливками. Там девушки умные и глупые. В чём заключается ум девушек? Не потому, что они могут решать какие-нибудь там задачи, знают языки и так далее. Они просто допускают, что жених может прийти не обязательно в 12 часов ночи, а может прийти в час, а может прийти в два. Поэтому они берут с собой на всякий случай ещё кувшинчик с маслом про запас. А вдруг жених задержится? Вот их ум заключается в том, что они допускают мысль, что жених может задержаться. Глупые девушки, мы знаем, когда он придёт, и они полагают, что их факела вполне хватит. Но жених по какой-то причине нам не объясняется, в чём дело. Мало ли чего. Может быть, действительно там спор идёт по поводу количества приданого, может, чём-нибудь недодали или что. Но в любом случае нам это не важно. Важно то, что у них уже гаснут факелы, а жениха ещё нет. И тут обычно начинают спрашивать христиане, а почему эти девушки, у которых есть запас масла, не поделились? Вот какие они там жаденые, вот они ведут себя не по-христиански. Дорогие друзья, эта притча не о том, что надо делиться. Эта притча о том, что надо быть умным и знать, что жених может прийти тогда, когда ему заблагорассудится, а не тогда, когда мне кажется. Понимаете? Если Иисус захочет рассказать притчу о том, что надо делиться, он расскажет особую притчу. И таких притч много. О привратнике. Привратник, который должен стоять, раб, который стоит у ворот и должен ждать прихода хозяина. А хозяин может прийти в любое время. Он может прийти днём, он может прийти в полдень, он может прийти в полночь, он может прийти на рассвете. И как только он постучит в калитку, привратник обязан открыть немедленно дверь. Это опять же тот ленивый привратник, который решил, да нет, уже пост, ну же хозяин не придёт, значит, он будет наказан. А тот, который стоит, это вот метафора, которая потом перешла у Павла очень часто, что мы должны бодрствовать, мы не должны спать. Это же на самом деле не призыв, потому что мы, чтобы мы не спали, а в том смысле, что мы должны быть постоянно готовы, постоянно готовы к приходу Господа. Там же обычно ещё рядом, и чтобы мы были трезвы, потому что, сами понимаете, человек, который выпил, он тоже как-то плохо соображает. Сон у него, значит, клонит голову. Поэтому такого рода притчи. И притч действительно много. Мне даже трудно сказать, где больше всего. Наверное, нет, конечно, у Марка меньше. Всего Марк короткое Евангелие, и у него там в четвёртой главе несколько притч, хотя, тем не менее, есть притчи, которые нет у Матфея и у Луки. Есть притча о зерне, которая растёт само по себе. Мне очень нравится, как это по-гречески звучит, оно растёт автоматы, ну, автоматически. Это тоже связано с ожиданием, с нетерпеливым ожиданием, с сомнениями, когда придёт Господь. Вот человек посеял зерно. И зерно в земле, мы его не видим, и мы не знаем, что там происходит. Если мы будем сидеть на краю поля и смотреть, и думать, 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 оно от этого не... ничего с ним не случится. Там некоторые говорят, а ежели порыхлить землю, удобрить, мы не говорим об этом, об улучшении качества почвы и так далее. Мы говорим о самом процессе роста зерна. Вот зерно растёт по своим, по Божьим законам. Вот оно там набухает, там проклёвывается, потом начинает стебель появляться, потом стебель уже вылезает из земли, потом постепенно колос появляется, сначала зелёненький, потом зёрна начинают зреть, а потом созрело зерно. И Иисус говорит о том, что человек посеял зерно, и затем он занимается своими обычными делами. Ему не надо сидеть и думать, гадать, как там оно, что там происходит. Оно растёт автомата, само по себе. Когда человек должен как бы схватиться и проявить активность. Когда зерно созрело, он берёт серп и идёт жать зерно. И тут очень интересный текст, потому что в Ветхом Завете есть некоторые такие привычные метафоры. Ну, например, метафора о том, что во время Божьего суда над Человечицей Бог пошлёт ангелам все концы земли для того, чтобы они собрали людей, всех. И смысл тот, чтобы собрали людей для суда, и этим людям будет всем плохо. Иисус рассказывает притчу о том, что люди выходят сжать зерно, и урожай – это благо, это счастье. Он очень часто берёт привычные ветхозаветные метафоры и переворачивает их, потому что урожай – это прекрасно, урожай – это замечательно. Есть притчи, которые у нас есть такие параллельные места. Может быть, Иисус взял существовавшие притчи в его время и переделывал их. Он не держался, что называется, за оригинальность. Или же после него, уже после его гибели, в Талмуде взяли те притчи Иисуса и их переделали. Мы не знаем точно. Но очень любопытно сравнить притчу Иисуса, истинную притчу Иисуса и притчу, которая есть, то ли раньше немножко, то ли позже, но на ту же самую тему. Есть знаменитая притча у работников виноградники. Помните, когда уборка винограда, надо срочно-срочно-срочно убирать, потому что всё будет осыпаться и так далее. И хозяин приходит на площадь, где сидят люди, которые хотели бы получить работу. И он берёт людей, но всё равно мало. Он приходит там, те, которые поспали подольше и пришли на площадь. Он говорит, и дети, и вы. И он несколько раз приходит. И приходит, наконец, чуть ли не под вечер, когда уже лентяи окончательные протёрли глаза и выползли. Но вместо того, чтобы сказать, а вы мне не нужны, хозяин говорит, мне нужно убирать урожай. И вы едите тоже. Он договаривается с первыми о том, что он заплатит им динарии в день. Это такая классическая динария, это римская монета. Это классическая плата дневная работнику. На этой динарии человек проживёт день сам и прокормит семью. Ну, конечно, там не будет мяса, дорогих сыров, шашлыков и так далее, но скромненько, скромненько они проживут. И это вообще моя любимая притча, такая притча о селок, в которой можно проверить, кто-то на самом деле. Потому что, когда приходит хозяин, он начинает, вы помните, он начинает расплачиваться с работниками. И начинает не с тех, которые там где-то в 6 утра начали работать, целый день вкалывали под южным, жарким солнцем, значит, все уже почти что подгоревшие, вспотевшие, солёные от пота и так далее. А начинается вот с этих последних и даёт им деподинарию. Все подумают, о, он дал им подинарию, значит, нам-то сейчас будет больше, а они тоже получают подинарию. Вот скажите, если бы мы были, мы бы тоже возмутились? Наверное. Или сказали бы, какое счастье, как хорошо, что хозяин, вот даже тем лентяям, он их пожалел и дал им хорошую сумму. Вот я не знаю, я, наверное, недостаточно хорошая христианка. Когда я пытаюсь поставить себя на это место, наверное, возникает мысль, ну я же вкалывала больше, чем эти. И там замечательный ответ хозяина, когда они возмущаются, он говорит, вы что, завидуете тому, что я добр? А может, я этому последнему хочу дать столько же, сколько первому? И так Бог решает сам. У Павла будет, Бог дает свои блага не по заслугам человека, а потому что он сам хочет, он сам выбирает, кого дать. Поэтому эта притча просто гениальная. Но вот я вам расскажу, какая притча существует. Может, она чуть-чуть раньше появилась, может, она появилась немножко позже. Но это не христианская притча, это еврейская. Там владелец виноградника, царь. Все то же самое. Царь идет, значит, призывает работников. Одни приходят рано, другие там попозже. Третьи приходят совсем поздно. Вот он вечером идет уже, когда закончился рабочий день, идет расплачиваться с работниками. И тем, кто был чуть ли не с самого конца, он действительно дает довольно большую сумму. Но знаете, почему он дает эту большую сумму? Там тоже возмущены и говорят, почему им столько? А он говорит, они, может, мало работали, но у них была высокая эффективность. Понимаете? Они так вкалывали, что они собрали больше винограда, чем те, которые пришли рано. Согласитесь, плоская притча, да? Ну, все понятно. Здесь нет никакого, никакого, так сказать, раздумья. Потому что притча еще, вот я уже сказала, притча – это такая вещь, где, когда ты ее слышишь или читаешь, ты должен понять, что она каким-то образом относится к тебе самому. И ты должен себя поставить на место какого-то персонажа этой притчи и подумать, а как бы я поступил здесь, на месте вот этого. Вот я радовался бы, что лентяи и бездельники, люди, которые пришли только-только, как бы не воцерковились еще, можно сказать, а не получают. А мы-то столько, а мы-то столько трудились, а сколько мы там сделали, а мы там уже воцерковились давным-давно, и добрых дел наделали не пересчитать. А хозяин нам дает столько же, сколько и лентяям. И это очень интересно, потому что это рождает мысли, и это еще как бы производит деление людей, потому что чрезвычайно интересная вещь. Ученики, очень многие, часто притчу не понимают, но у них есть привилегия. Они остаются с Иисусом, они задают ему вопрос. Иногда он, конечно, говорит, что они не очень умны, но в любом случае он не отказывается ответить им на вопрос. Он им объясняет. Таким образом, если мы своей собственной головой не сумели додуматься, мы можем попросить об этом Господа. И Господь, даже если он скажет, да, что-то вы, мои дорогие друзья, не гении, не гении. Ну ладно, я вам объясню. Самое интересное, что притчи понимают противники Иисуса, но они понимают, и у них рождается вражда. Есть еще притча о винограднике. Она как бы в основе ее лежит та самая притча, которую я упоминала, из пятой главы Исаии. Посадил человек виноградник, обнес его оградой, поставил сторожевую башню. Значит, и затем, когда уже должен созреть виноград, и работники, арендаторы, сам он уехал в другую страну, как делали русские помещики в свое время, крепостные работали, обарежили в Париже, и получали затем деньги, им пересылали, из деревень, староста пересылал. Так и здесь. Хозяин куда-то уехал, в другую страну, а потом, когда уже пришло время получать дословно по-гречески плод, но плод это не в том смысле, что он просил, чтобы привезли корзиночку винограда, плод это еще деньги. Так, например, в банке называется корпос, плод, проценты. Вы положили какую-то сумму, и у вас там нарастают проценты. То есть ваши деньги принесли плод. Да, поработали, родили. Родили, да? Вот. Так и здесь. Он послал, хозяин послал слугу, слугу избили, там третьего слугу, слугу вообще убили. Тогда он послал сына, решив, хозяин, вероятно, думал, что это мошенники. Вот. Но вот он послал сына, ну, сын это моего постыдиация, а ренетторы решили, что старик-то, как у нас говорят, ласти склеил, да? Я недавно этого слышала, потому что есть самые разные варианты. Человечество для того, чтобы меньше бояться смерти, человечество придумало очень много разных эвфемизмов, да? Ну, значит, но вот склеить ласт, я такого не слышала. Но слышала недавно. Ну, старик как бы отдал, давайте скажем благородно, отдал Богу душу, сейчас мы убьем сына, и получится, что виноградник нечейный. А по древним представлениям, тот, кто первый, если это имущество нечейное, вот сейчас, первый, кто застолбит его, становится владельцем. Значит, вот мы сейчас сына убьем, и нашим будет виноградник. И вы помните, что фарисеи, и саддукеи, которые слушали эти слова, они разгневались на Иисус, они поняли, что притча... Да, там сказано, что сделает хозяин виноградника, когда он придет. Он казнит виноградарей, злых виноградарей, а виноградник отдаст тем, кто будет переносить как бы аренду и плату и так далее. Вот фарисеи, то есть противники Иисуса, они поняли, и они разгневались. Поэтому притча, она обладает еще такой способностью как бы делить людей. Те, кто, может быть, и не понял. Одни поняли, другие, может быть, не совсем поняли, но они спросили у Иисуса, и они, так сказать, это Иисусовые люди, они будут потихонечку расти, учиться, подрастать, всячески преображаясь и уподобляясь образу Господа Иисуса. А есть люди, которые понимают, и у них это вызывает дикую вражду, и они готовы убить сына. Здесь притча и аллегория одновременно, потому что мы понимаем, что виноградарь, который насадил виноградник, хозяин, простите, виноградника, это, конечно, Бог. Слуги, которые приходили, это пророки, сын, это Иисус. То есть мы одновременно видим, что это притча и одновременно понимаем, что здесь есть элементы аллегории. То есть имеется в виду, конечно, не просто виноградники, винограды и слуги, но имеется в виду Бог и пророки. И вот они понимают, и это рождает в них ярость. И вот тогда они начинают предпринимать разные усилия для того, чтобы Иисуса уничтожить. Поэтому мы видим, сколько разных вещей есть в притчах. Вы, может быть, хотите посмотреть какую-нибудь отдельную притчу? У одного богача, я прочитаю быстренько, у одного богача был управляющий, и ему донесли, что он его разоряет. Вызвав его, хозяин сказал, что это я тебе слышу, дай мне отчет в управлении, управлять ты больше не будешь. И тогда управляющий сказал себе, что мне делать? Хозяин лишает меня места, копать я не могу, просить милостыню стыжусь. А, понял, что мне делать. Надо сделать так, чтобы кто-нибудь взял меня к себе в дом, когда лишусь места. Он вызвал одного за другим должников своего хозяина. Первый он спросил, сколько ты должен моему хозяину? Сто бочек оливкового масла, ответил тот. Вот твоя расписка, сказал управляющий, садись и быстрее пиши. Пятьдесят. Потом спросил следующий, а ты сколько должен? Сто мешков пшеницы, ответил тот. Управляющий говорит, вот твоя расписка, пиши восемьдесят. А хозяин похвалил мошенника управляющего за то, что он сообразил, как поступить. Ведь люди этого мира куда сообразительнее в делах себе подобными, чем сыны света. Там проблема в том, что обычно здесь как бы не ставят точку, а продолжают, читают, что дальнейший текст, и я вам говорю, тратят деньги, неправедные деньги, на то, чтобы приобретать себе друзей, чтобы потом, когда денег у вас не станет, они приняли вас в свои вечные дома. И вдруг совсем уж непонятно, кто верен в ничтожном, тот и в великом верен, кто в ничтожном нечестен, тот и в великом нечестен. И если вам нельзя доверить земное богатство, кто доверит вам истинно? И если вам нельзя доверить чужое, кто вам даст ваше? Тут возникает вопрос. Пока что нам все понятно, что управляющий ворует у хозяина, вот объяснять совершенно не надо. Мы сами так и не поступали, но мы знаем, что так поступают, что очень многие миллиарды заработаны таким образом. Как пытается выкрутиться управляющий, наверное, тоже понятно. Он подделывает это мошенничество чистой воды, он полагает, что люди, дожники, которым он приходит на помощь, подделывают расписки, они потом будут ему благодарны, когда хозяин выгонит его, они потом о нем позаботятся. Ну ладно, не будем думать, позаботятся или нет, но он считает, что позаботится. И хозяин, нам не сказано, как хозяин узнает. Но, в общем, важно то, что хозяин узнает о проделках. И он похвалил мошенника управляющего за то, что он сообразил, как поступить. Ведь люди этого мира куда сообразительнее в делах себе подобных, чем сыны света. И вот тут и первый вопрос. Так что, он правильно поступил? Хозяин его похвалил за то, что тот поступил правильно? Он его похвалил, знаете, за что? За то, что тот понял, что надо что-то срочно делать. Что, как мы обычно делаем? Вот мы знаем, что что-то надвигается, что-то будет большая неприятность. А мы говорим, а вось пройдет. А вось, и так вот этот управляющий мог думать, да нет, ну, хозяин мне доверяет, там кто-то меня донес, не будет он. Я давно у него служу. Он, ну, может, поколотит, простит, не выгонит. А может, он вообще не заметит. Но здесь не об этом говорить, да. Здесь о том, что хозяин, что управляющий понял, что ему грозит очень большая опасность, и надо что-то срочно делать. Здесь не говорится о том, что мошенничество – это хорошо. Здесь говорится о том, что надо срочно делать. Есть такая притча, другая, о том, как играют дети. Одни девочки играют в похороны, мальчики играют в свадьбу, потому что это действительно женское дело. Похороны, свадьба – это мужское дело. И они ссорятся между собой, как играть, в какую игру играть. Они не понимают, что они на краю бездны, что как бы чуть-чуть, что вот-вот приходит царство, вместе с ним суд. И что тут надо вообще думать о спасении, тут надо подумать, как что-то надо сделать срочно, принять какое-то немедленное решение. Они вместо этого ссорятся по пустякам. Тоже похоже на наше. Но очень часто в мире что-то такое нехорошее творится. А у нас две православные церкви ругаются из-за Томаса. И друг другу посылают анафемы в качестве христианских любовных поцелуев. Но это же просто позор. Это просто позор. А может быть, завтра придет Господь, а тут, значит, скажут, у них неправильный Томас. Так вот, хозяин просто, что называется, восхитился управляющим. Но мошенник, но молодец! Но как он сообразил? Понятно? То есть он не в том смысле, что мы должны так же поступать. Мы должны поступать, понимать, что мы все время стоим на грани, что Господь может прийти в любую минуту. Может быть, завтра, может быть, послезавтра, может быть, через там столько-то лет. Но он придет. И мы должны быть готовы. А дальше, вот следующие стихи, они не связаны с этим. Понимаете, проблема в том, что в древней рукописи там не было абзацев, там не было больших или маленьких букв, там даже пробелов между словами не было. Поэтому древние рукописи читать было очень трудно. И возникают очень большие проблемы, что с чем связать. Иисус говорит, тратьте эти дословно неправедные деньги. И это понималось обычно так. Я даже спрашивала у нескольких людей, очень-очень настоящих христиан, благочестивых христиан. Они говорили, ну вот знаете, вот человек нажил неправедным путем. Купец на революции постоянно обворовывал, постоянно делал. В общем, нажил нечестные деньги. Но зато он построил больницу, дом для престарелых, поставил перед иконой пудовую свечу. Это у Лескова, по-моему, есть рассказ, когда купцы гуляют вовсю до того, что они уже как свиньи ползают. Потом они протрезвятся и ставят пудовую свечу перед иконой. И очищенные уходят снова заниматься тем же, чем они занимались раньше. Так вот здесь имеется в виду не деньги, заработанные нечестным путем, а деньги, которые на земле, они все как бы, мягко говоря, не имеют, ну не то, что нечестные, но это мир назван. Этот мир, мир зла и греха. Поэтому деньги, которые заработаны в этом мире зла и греха, хороши только тогда, когда на них можно сделать нечто доброе. вот если вы их используете, если вы на них приобретаете друзей, друзей, ну, под друзьями, значит, они говорят ангелы. Я думаю, что просто, если вы помогаете больным, бедным, то есть людям, которые нуждаются, вы купили для них пищу, вы помогли там построить им дом или просто дали деньги в долг. Всякое разное. Вот вы использовали деньги этого грешного мира на доброе дело. Вот тогда эти деньги, это ненормальные. И тогда люди, которые получили, или ангелы, которые, так сказать, стоят за этими бедняками, они примут вечный дом. Так вот, а Бог увидит ваше добро. И для того, чтобы люди не подумали, что можно мошенническим путем пробиться в царство, Иисус уточняет, кто верен уничтожным, тот и в великом верен. Потому что этот управляющий оказался неверен в уничтоженном. Естественно, ему нельзя доверить великое. И если кто-то в ничтожном нечестен, тот, конечно, нельзя ему доверить и великое. И если вам нельзя доверить земное богатство, а это земное богатство, ему оказалось нельзя доверить, то кто доверит? То есть если мы поймем, что это не одна притча, а здесь целых три, то тогда мы будем разбирать каждую отдельно, и мы поймем ее смысл этих трех притч. Если мы будем читать все вместе, то каждый стих будет как бы противоречить предыдущему. И тогда у нас в голове появится что-то такое. Есть еще такая притча по поводу такого же рода, где надо понять, что это две разные притчи. Это притча о пиршестве. Значит, один богач или один царь, неважно, он выстраивает пиршество, зовет гостей. По традициям того времени назначается день, но не час. День. Вот пир будет такого-то числа. А затем, значит, раб, специальный человек, уже в тот самый день пройдет и еще раз будет вторичное приглашение с указанием времени. Вот, значит, одни люди, вы помните, там одни пришли в красивых, нарядных, чистых одеждах, а там появился один в грязненьком и был выброшен. Значит, в чем дело? Дело в том, что умные люди, это очень притча, очень похоже на притчу об умных и глупых девушках. Значит, одни люди, гости, они не знают, когда их позовут, но они знают, что их позовут очень скоро. Поэтому они уже, что называется, вымылись, помрились, постриглись, надели самую парадную одежду, сели и стали ждать. Час, два, три, неважно. Главное, что наконец их позвали, сказали, уже стол накрыт, они встали и там. А другой человек сказал, о, да я еще успею тут кучу дел сделать, да непонятно, когда начнется этот пир, он, наверное, начнется поздно. И он идет там на работу, делает какие-то там свои дела. Естественно, одежда у него грязная, как и полагается, после работы. И в этот момент приходит слуга и говорит, так, стол накрыт, и надо идти немедленно. И он идет в том виде, в каком он был. И царь, конечно, оскорблен, или там хозяин дома, оскорблен и его выгоняет. То есть, видите, притча очень понятна. А так как люди видят здесь две притчи, вот что вот этот самый, человек в грязной одежде, ну, как бы отдельная притча, то начинает думать, вот он оказался там, он пошел, оскорбил царя своим внешним видом. Или аллегория. Значит, этот человек совершал грехи, вот те праведники, а этот грешный. Кто-то придумал, что якобы, когда приходили на пиршество к царю, то там выдавали всем гостям одежду новую, красивую. Почему тогда вот этот человек остался в грязном? Он что, отказался, переодевался или что? Ну, в общем, включается фантазия. Но фантазия не та, которая нужна. А смысл в том, что раз ты знаешь, что Бог тебя зовет, будь готов все время. не считая, что да, успеется, да, пронесет. Авось, наша российская авось. Поэтому эти притчи очень интересны. Я не знаю, стала ли вам понятна притча о нечестном управляющем. Лично мне она стала понятна. Но я очень так основательно до дней помучилась. Естественно, думала сама много, но я еще, конечно, читала комментарии. Потому что многие люди тоже думали и в конце концов они пришли к такому выводу. И это меня очень сильно порадовало. Потому что мне тоже, конечно, когда-то казалось, что я вообще абсолютно все сама знаю и все понимаю. Так, друзья, кто хочет еще что-то спросить? я заодно там немножко чай попью, а вы? Никаких вопросов? Пролазали. Да, она в той же самой главе 16-й. Это очень интересная притча, потому что во-первых, это единственная притча, где один из персонажей ее назван по имени Лазарь, потому что обычно был один человек, там был царь, был там земледелец или виноградарь и так далее и тому подобное. Лазарь это сокращенно Элеэзер имя. Причем это в основе в основе этой притчи лежит египетский рассказ. Там есть такой очень интересный рассказ и вот эта притча очень похожа на это. Но в любом случае. Итак, богач одевался по-царски. Я перевела, потому что там сказано, что он одевался в весон и пурпур, но пурпур еще люди догадываются, а весон, наверное, мало кто знает, что такое весон. Весон это лен, но настолько тонкий, настолько выделанный, что он почти прозрачный и узорчатый. Можете теперь представить лен, не шелк, не хлопок, поэтому это очень дорогая ткань. Пурпур, так как добывались такая рыба морекс, значит, там в разных местах по-разному сказано или это какие-то внутренности этой рыбы или там особым образом ее выдерживают, высушивают и так далее и красят затем. Это невероятно дорогая краска, поэтому одетый пурпур до сих пор говорим, это одежда царей и людей невероятно богатых. Так вот, перед нами описывает человек, который ну вот уж как бы в высшей степени наслаждается этой жизнью. Значит, он одевается в пурпур и весон. Жизнь у него была, что называется, сплошной праздник. И был нищий, весь покрыт язвами, его звали Лазарь. Он лежал у ворот богача. То есть, вероятнее всего, он был еще и болен, парализован, потому что он лежал и в надежде, что ему достанутся куски, брошенные под стол. Куски, брошенные под стол, это куски хлеба. Люди до времени ели, как правило, руками мясо, да, верное мясо, ели руками, а затем кусками хлеба вытирали руки и бросали под стол. Прибегали собаки и лизали его язвы. И вот умер нищий. И ангелы отнесли его на небо, на почетное место рядом с Авраамом, дословно на Лона Авраама. Лона это как раз живот, но это как бы самое торжественное место, то есть как говорится в раю самое лучшее место. Значит умер и богач на почетное место рядом с Авраамом. Так как Авраам считался в еврейской традиции самым праведным человеком, который не совершил за свою жизнь ни одного греха, даже самого маленького, вот это абсолютный святой, у которого такое количество заслуг, что этих заслуг хватает на всех его потомков, на весь израильский народ. Поэтому есть такая в Талмуде такая значит басенка о том, что умирает еврей, довольно грешненький, скажем, вот. И предстоит перед лицом бога, бог говорит ох, дорогой, так грехов на тебе много, а тут говорит господь, вспомни, я сын Авраама, ну то есть потомок Авраама, вот, а там сундук, что называется, с заслугами Авраама, а тут говорит, ну да, 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 ты сын Авраама, значит, на тебя тоже хватает заслуга Авраама. У нас христиан есть тоже такое представление в некоторых церквах, что святые, что у святых есть заслуги, и если мы им помолимся, то они там тоже нам немножечко отсыплют. Поэтому мы там пристанем и скажем, а мы там молились такому-то, особенно Николаю Угоднику, конечно. А вы читали ли, что сейчас в Анталии археологи при раскопке нашли гробницу Николая Угодника и его тело? Да, да, ну в смысле там уже, так сказать, еще остатки. Так что, что там в баре находится? Что в баре находится? Чудо великое! Чудо великое! Дело в том, что там отличный гроб, и на гробе надпись есть, что епископ мир Ликийских. Да, 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 но пока что они там еще боятся вскрыть полностью, потому что это может все рассыпаться, сами понимаете. Но это чрезвычайно интересная вещь. Так, увлеклась. Итак, нищий, который страдал на земле, он получает как бы все самое прекрасное на небе. Есть такое представление, что происходит великий переворот. Кто плакал, тот будет радоваться, кто смеялся, смеялся, не просто смеялся, а насмешничал, имеется в виду. Не в смехе дело, а в том, что человек смеется над другими, издевается над другими, тот будет плакать. Поэтому здесь все переворачивается, нищий попадает в самое лучшее место, а богач естественно тоже умирает. И вот в аду, да, умер богач, похоронили его. И вот в аду в страшных мучениях, подняв глаза, он увидел вдали Абраама и рядом с ним Лазаря. Это вообще очень интересная вещь, эта притча, потому что долгое время в еврейской традиции считалось, что есть только Шеол. Шеол это как бы царство мертвых, темное место, там нет как раз ни жары, ничего, там наоборот очень холодно, и туда попадают все умершие, вне зависимости от их заслуг или от их грехов, и они там пребывают до, что называется, до трубы архангела, когда все воскреснут и все пристанут на суд. А вот после этого уже будет, как бы, так сказать, им определено, определено их вечную участь. Праведники отправятся в Царство Небесное, а грешники отправятся в Гиену. Вот Гиена это место мучений. Была другая точка зрения, чуть позже появилась, когда как-то людям показалось, что это жалко, праведники уже должны где-то там находиться в темном месте с, наверное, с пауками, с прочей дрянью, и поэтому, значит, праведники, они как бы попадают в предварительно хорошее место, не в Шеол, а в Рай. А Рай, помните, он когда-то был на Земле, считался, потом он был перенесен на небо. Но это не место, где будут жить потом праведники, это они будут наслаждаться этой жизнью до наступления суда, то есть они уже как бы там пребывают в хорошем месте. Поэтому как здесь понять, потому что раз богач страдает, он по идее в Гиене. Ну ладно, мы не будем долго раздумывать, мне очень хочется верить в чисилища. Не рай ад, а ад, чисилища, рай. Потому что мне кажется, что абсолютных грешников, ну есть, конечно, товарищи, есть, но все-таки их немного. Абсолютных праведников, по-моему, еще меньше. по-моему, мы все, так сказать, в пятнышках, как леопарды, да, вот, в полосочки черно-буро-малиновые, там есть беленькие пятнышки, есть черненькие пятнышки. И мы вроде бы не заслуживаем ада, гиены, но рай точно не заслуживаем. И потом вот католики придумали такую замечательную вещь, как чистилище, пургаториум. В советские времена было только лекарство, пурген. Ну, очищает, очищает. И там, там будут муки, там будут мучения, потому что там, что называется, вас будут щелочью, кипятком и прочими вещами отдирать, отмывать. Больно будет, неприятно будет, но зато уж, конечно, когда вас ополоснут окончательно, вы выйдете чистенькими, беленькими и в рай. А так как-то или туда, или туда. Вот это мне очень нравится идея. Я только не знаю, есть это или нет, потому что в Писании об этом не сказано, католики это придумали. Вот есть это или нет. И так дальше, значит, читаем. Итак, Иваду в страшных мучениях, подняв глаза, значит, этот самый богач, он увидел вдали Авраама и рядом с ним Лазаря. Богач закричал, Авраам, отец, жалься надо мной, пошли-ка мне, Лазаря, пусть он мучит в воде кончик пальца и освежит мне язык. Какие муки терплю я в этом огне? Но Авраам ответил, вспомни, сынок, видите, он не отрицает, что этот богач его потомок, он не говорит, а пошел вон. Он говорит, да, сынок, но что поделаешь, да, ты уж много нагрешил, слишком. Авраам ответил, вспомни, сынок, ты уже получил при жизни все хорошее, а Лазарь все плохое. Теперь он здесь утешился, а ты страдаешь. А кроме того, между войнами пролегает великая бездна, даже если кто захочет перейти отсюда к вам, не сможет и оттуда к вам никому не перейти. Значит, дорогие друзья, давайте помнить, что это притча, это не рассказ, это не пособие по географии загробного мира. нарисовать это и повесить большую карту, где будет рай, ад, река, крики, да еще с согласовочкой, чтобы были время от времени и крики, и вопли. Это притча, а притча, она не рассказывает реальные события, она дает намеки. Так вот, значит, что же говорит дальше Авраам? Богач сказал, прошу тебя, отец, пошли его в дом моего отца, если меня пятеро братьев, пусть он предупредит их, а то и они попадут в это ужасное место. Вы видите, у этого богача все-таки что-то хорошее, хоть мало, но хорошее было. Он все-таки любил своих братьев и хотел, чтобы братья не попали вместе с ним. Ладно, он в штык, так сказать. Так что, в общем-то, его, наверное, надо немножечко пожалеть. Авраам ответил, у них есть мысли и пророки, пусть слушают их. Они же знают, они могут читать, они поймут, что если они будут жить точно так же, как их брат, который сейчас страдает в гиене, то их будет ждать это. Но люди же говорят так, нет, отец мой Авраам сказал богач, вот если кто из мертвых придет к ним, тогда они перестанут грешить. То есть, они хотят чуда такого, знаете, зримого, яркого, невозможного, а все это писание, знаете, мало ли что может написать. Но Авраам сказал ему, если они Моисея и пророков не слушают, никто их не убедит, даже воскреши из мертвых. Эту притчу я хотела прочитать по той причине, что есть совершенно в другом Евангелии, не притча, притча, но рассказ, который как бы реализует конец этой притчи. Есть человек с таким же именем Лазарь. Он, правда, не нищий, он не лежит там в язвах, он не подбирает кусочки хлеба, отбивая их у собак, он даже человек, наверное, зажиточный, но человек благочестивый, любящий Иисуса, сказано, Иисус его любил, ведь очень редко о ком говорится прямо, что Иисус кого-то любил. Он любит всех, но все-таки есть люди, о которых сказано, что Иисус его любил. И вот он умирает, а потом приходит Иисус и воскрешает его. И что делают иерусалимские враги Иисуса? Они решают Иисуса убить, как бы чаша их терпения переполнилась. То есть вместо того, чтобы, я не знаю, упасть, ниц, лобызать ноги, просить прощения за свои грехи, они хотят его убить, причем сказано, что хотели убить и Лазаря. Правда? Ничего по поводу смерти Лазаря в Евангелии нет. Как-то уходит это. Так вот, очень интересно, что когда происходит величайшее чудо, то врагов это не вразумляет. И не надо думать, что ведь фарисеи все время требовали от Иисуса чудо. Да яви нам знак, что ты правда пришел от Бога. Иисус отказывает. Иисус совершал много чудес, но он совершал те чудеса нужные. Он исцелял больных. Он помогал им. А вот просто показать фокус он отказывался. Когда ему предлагали бросить с высоты и тебя ангелы подхватят, так что ты даже ножку не ушибешь. Да, это произвело бы очень сильное впечатление, но через короткое время это было бы забыто мгновенно. Люди сказали, ну и что, и я могу так, или да это мне показалось, почудилось, мало ли что. Иисус никогда не делал бессмысленных чудес, чудес для того, чтобы вызвать изумление у народа, потому что такое чудо, оно на самом деле, оно может вызвать короткую веру, но эта вера очень быстро исчезнет. Понимаете? поэтому в четвертом Евангелии там Иисус совершает чудеса, но там всегда есть эта идея, потом надо прийти к Иисусу и услышать его слова. Вот когда человек потом приходит, если он с ним совершил чудо, он был исцелен, и он просто уходит, то ничего не происходит. Он должен прийти к Иисусу, услышать его слова. Так и здесь. Вот это потрясающе интересно, что Лазарь воскрес, но оказалось, что Авраам был прав. Есть Моисей, пророки, есть Писание, мы бы сейчас сказали, есть Евангелие, есть Письма Павла, читайте, понимайте, и все будет вам понятно. «Да этого маловато, да вот может быть здесь в этих Евангелиях там чего-нибудь переврали, да вот там церковь что-то исказила, как любят критики, значит, там это все про неправду. Вот если бы вот сейчас произошло на наших глазах великое чудо, вот тогда бы мы нет драки, друзья, увы, ничего такого не будет. Так, вопросы? Верный управитель, меня очень интересует эта фраза, верный, да, сейчас скажу, приобретайте себе друзей богатством и праведом, чтобы вы, чтобы они, когда обнищаетесь, приняли вас в вечном обидении. То есть я буквально вчера и даже сегодня учить и думаю как бы здорово на семинаре это притча тоже было дали, слабого первым сопроводанием пришли, как раз попала на эту притчу. Вот, у меня вопрос, у меня такая мысль пришла, я просто не поняла, она в унисон с фашем, разбором, или все-таки она отличается? В моем понимании сегодня совершенно какое-то новое было обстояние, что если я приобретаю друзей сейчас, даже не важно я правильный человек, но вот я сейчас уверую во Христа и я понимаю, что я управленец той жизни, которую Бог предал, я управленец, Бог не верил в мою жизнь и я управляю и кто финансов, и где финансов в том числе это тоже управление, которое Бог предает. Если я сейчас их правильно направлю для Царства Небесного то там Небесной обители будет кого меня принять. Это вот такое простое, но раньше я об этом не размышляла другом совершенно равно. Это не важно, что раньше. Самое важное, знаете, есть много текстов, у которых есть целый ряд толкований. Очень мало есть текстов, у которых есть единственное верное толкование. Вот в этом смысле еврейские богословы того времени, вот времени Иисуса говорили, что каждый стих писания может быть истолкован сотней разных способов, потому что каждое слово писания настолько полно смыслами, что его можно понять и так, и так, и так, и так. Самое главное, чтобы то, что вы читаете, не проскальзывало мимо вас, как проскальзывают заученные стихи. Вот стоит ребенок на Новый год, его научили зачитать стишок, поставили на скамеечку, и вот он стоит и так сказать ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Вот, понимаете, например, отец Антонио Блюм, да, митрополит, к сожалению, он умер уже, как он советовал начинающим читать с Писания, читать Евангелие. Он советовал читать то, что непонятно, пропускать, потому что если вы просто застрянете на одном месте и не двинетесь совсем, то вы никуда не двинетесь. Вы пропускаете, вы идете, вы читаете дальше, вы находите те слова в Евангелии, которые как будто для вас лично сказаны, которые, как говорится, бьют вам в сердце. И вот эти слова особенно надо запоминать, вот эти стихи, слова Иисуса и так далее, как будто они просто ударили вам в сердце, лично вам были сказаны. Как Уэсли прочитал слова из Римлян, где сказано, что Бог полюбил меня, и вдруг он понял, что Бог полюбил его, именно его личное, понимаете, не вообще человечество, а его, вдруг до него дошло, и он совершенно изменился. Так и здесь. А те места, которые непонятны, они будут у вас где-то постоянно сидеть, и вы будете через какое-то время начнете их понимать. и в конце концов, если вы понимаете вот это предложение так, а другое понимать немножко по-другому, это не великая беда. Главное, чтобы мы понимали самое центральное, что мы верим в Иисуса, что Иисус с нами, что мы живем, соблюдая, должны жить, соблюдая его заповеди. А если мы не понимаем какую-то фразу, то от этого, нет, конечно, было бы хорошо все понимать. Но я говорю, ну, мне кто-то сказал, ну, мы попадем. Хочется. 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 Но мне кажется, что все-таки речь идет о том, что вот этот мир назван миром неправды и греха, потому что у Павла так, например, и он в многих местах Нового Завета этот мир, мир греха, над ним властвуется тогда. Поэтому все, что человек зарабатывает в этом мире, это также как бы принадлежит вот этому грешному миру. И если человек тратит вот эти заработанные им деньги, может быть, честным путем, но они все равно как бы принадлежат к миру греха. Если он их тратит на добрые дела, то тогда его, можно сказать, ангелы-хранители и так далее, они его возьмут к себе на небеса. Мне так кажется, я не могу утверждать, что это единственное верное толкование. Понимаете? Мы не должны этого бояться, потому что наше спасение, во-первых, все равно зависит не от того, понимаем ли мы каждое слово. Бывает, мы не понимаем каждое слово. Я помню, была очень смешная история, я выступала на Эхо Москвы, и меня Яков Кротов провожает, выходит, там сидит Виктор Ерофеев, писатель, и какая-то дама с ним, вот они должны, у них следующая программа. И Яков Кротов говорит, знакомься с Валентиной Кузнецовой, это лучший знаток Нового Завета в наше время. И дама говорит, наизусть, что ли знаете? Понятно. Наизусть, что ли знаете? Я даже, честно говоря, не нашлась, что ответить. Знаете, иногда бывают так называемые лестничные мысли, когда выходишь, ах, надо было сказать вот так. Но вот так и хочется записывать подобные шикарные вещи наизусть. Так, Марина, вы хотели? Нет, я тут все хочу по поводу все-таки богачей логи. То есть получается здесь, что так выходит, что то есть получается здесь так, что богач это плохо, вот, да, вот, так сказать, а по еврейскому традиции наоборот считается, что богат не будет наоборот по богатству лограмма и так далее. Здесь получается наоборот, богач это плохо, а это даже ничего не делает, но хорошее. Марина, я все поняла. Это очень важная тема. Дело в том, что в древней части Библии, в самых древних частях, когда люди не знали о воскресении и жизни за гробом, когда им казалось, что наша жизнь, вот мы родились, и она заканчивается с нашей смертью, все, то тогда, если ты богат, то это значит, что у тебя с богом все хорошо. Значит, поэтому, если вы смотрите на человека здорового, богатого, многодетного, тогда это очень много значило, то вы сразу знаете, это праведник. Если вы видите человека больного, нищего, хромого, с язвами, бездетного, вы сразу говорите грешник, но постепенно стало все меняться, стало меняться, потому что люди ведь не слепы, они видят, вот человек праведный, а живет плохо, а ему плохо, он болен, а у него там денег нет, а у него там умирает вокруг все родные, а вот богач, но нахал, мерзавец, такой сиколь живет и припеваючи, ходит в царских одеяниях, каждый день у него пиры, и вот тогда появляется новая идея, вот новая идея, она новая идея, которая говорит о том, что бог ведь у этих людей, у бедняков, у сирот, у которых нет никого родных, у вдов, у кого тоже нет никого родных, потому что если сирота и есть родственники, они обязаны взять, если вдова, у нее есть какие-то родственники, они обязаны позаботиться о ней, потому что это исполнение пятой заповеди, это не только отец и мать, но это и троюродные, четыроюродные и так далее, и тому подобное, это все равно относится к этому, то у них никто о них не может позаботиться, кроме Бога, вот, и они полагаются на одного только Бога, они денно и ночно молятся Богу, и Бог о них заботится, и вдруг получается так, и в это время приходит уже новая вещь, которой не было в дребейших часах, что жизнь не кончается со смертью физической, что жизнь продолжается дальше, и вот получается, что богачи, они плохи не потому, что они богачи, значит, Новый Завет не демонизирует богатство, но Новый Завет, он просто, понимаете, он очень трезво понимает, что у богача есть очень много шансов нагрешить, это не только Новый Завет, в Мудрости Сераха рассказано, что автор знает одного очень праведного богача, он говорит, дивы дивные, у бедняка мало шансов грешить, а это богач, у него столько возможностей грешить, а он праведник, это просто дива, и вот получается действительно чуть ли не социально, чуть ли не социалистическая идея. Если вы посмотрите Луку, у Матфея пятая глава на горную проповедь, у Луки она гораздо короче, там как раз говорится «Горе вам богатые, радуйтесь бедные». И не рассказывал отец Александр Минич, чтобы он знал одного священника, который говорил «Нет, нет, я это вообще не признаю, только как у Матфея, а Луку, текст Луки я не признаю, что это за социализм?» То есть вы помните, как Иисус сказал, что богач скорее верблюд пройдет свозь угольную ушку, чем богач. То есть не плохо богатство, а плохо отношение человека. Часто богатство человека коверкает, меняет, так же, как меняет власть. Я на своем веку знала нескольких человек, которые получали маленькую-маленькую власть. И надо было видеть, как они менялись. Просто что-то... И я поэтому благодарю Бога за то, что мне никогда не было дано ни одной маленькой какой-нибудь власти, какой-нибудь должности, где я могла бы командовать с кем-то. Потому что я не знаю, а я не знаю. У каждого человека есть внутри столько гадостей. Как знаете, как говорят, у каждого человека есть куча микробов, бактерий и раковые, там может быть какие-то крохотные, но они спят. Но если они попадают в хорошую среду, вот они просыпаются и устраивают. Вот поэтому я тоже не знаю, если бы мне дать какую-нибудь власть, например, изберут меня, назначат меня наследником. не верите? Нет, я тоже думаю, что не назначат. В этой очереди я буду одной самой последней. Вот, то я не знаю, какой я буду. Так и здесь. Понимаете, Бог заботится о тех, кому, о ком некому позаботиться. и кстати, между прочим, и это очень много, это, во-первых, появляется в Ветхом Завете, так называемых книг мудрости, у пророков это появляется, где бедняк лучше богача. Ну и давайте мы вспомним прекрасную притчу. Мы же сегодня о притчах говорим, о богатом дураке. У одного богача уродили поля, так уродили, что он сказал, снесу-ка я все старые амбары, значит, засыплю я зерно, и мне хватит теперь на всю мою жизнь, скажу я, душа моя, то есть, это я, так сказать, весь, живи, радуйся, все у тебя хорошо, в счастье привалило, и бог ему сказал, дурак, не знаешь ты, что сегодня же ночью, то есть, имеется в виду, ангел смерти придет и заберет себя, кому ты оставишь на житой тобой, это не означает, что у человека нет наследника, просто ты не сможешь использовать, ты сам не сможешь использовать. Так вот, в чем плохо, почему, например, Павел называет жадность, алчность, называет идолопоклонство, так и богатство, очень часто превращается в человек в идолопоклонство, богач говорит, я богат, в принципе, я могу, богатство меня спасет, я заболею, я поеду, лягу в самую лучшую клинику, где мы за границу, мне дадут самые лучшие лекарства, самых лучших врачей, они меня вылечат, у меня что-то случится, я там дам колоссальную взятку и меня не посадят в тюрьму, то есть богатство становится богом, бог становится где-то за пределами, то есть в чем плохо вот этот богач, который сказал, ну, теперь у меня все хорошо, он не принял в расчет, что есть бог, он нарисовал, что называется, как сейчас говорят, карту своей жизни, в которой все замечательно, вот, у него есть, значит, много зерна, у него новые амбары, у него все есть, а бога он в расчет не принял, и в этом почему он дурак, он дурак не потому, что у него там с интеллектом плохо, он дурак в религиозном смысле, вообще, когда говорится дурак, например, сказал дурак в сердце своем, то есть внутри нет бога, это дурак он потому, что он не атеист, он вообще может считать себя даже очень человеком верующим, может быть, он исполняет абсолютно все заповеди и прочее, прочее, но он на самом деле не принимает в расчет бога, что у бога могут быть планы насчет тебя лично, что мы должны все время обращаться к богу и просить пусть исполнится твоя воля, а мы подменяем ее своей воле, да еще уверены что мы знаем какая воля у бога, поэтому но теперь это тоже меняется, я знаю, что в Америке было такое движение, возьми бога себе в партнеры, вот у тебя фирма, да, возьми бога себе в партнеры, и тогда тоже у тебя будет все хорошо, надо ли молиться о богатстве, говорят, что самое страшное бывает иногда, когда бог исполняет наши молитвы, но есть такие молитвы, что лучше бы бог не исполнил, потому что он исполнил, а то такое, но бог превращает даже самые плохие вещи во благо для верующих в нас, так, есть еще вопросы, у меня такой вопрос связан с переводом Ветхого Завета. Ой, вот это не надо, вот это не надо, потому что, понимаете, я не специалист по Ветхому Завету, я ивридная так весьма-весьма приблизительно, я никогда не считаю, что нужно говорить о том, в чем не особенно разбираешься, понимаете, я тоже учила в школе физику, но ради бога, не задавайте мне вопросы по физике, или не задавайте мне вопросы по какому-нибудь математике, я это плохо помню, может быть, случайно, ваш вопрос, я знаю, потому что прощу до одного места. Да. Ну, допустим, такая глава в Псалтыре, вторая, которая в христианском мире считается, ну, таким прямым пророчеством. Да, да, а, ну, да, да, сегодня я родил тебя, да. И вот, допустим, если в переводе, который помещается вместе с Новым Заветом, там написано в 12-м стихе «Почтите сына», или прямой перевод «Целуйте сына», чтобы он не разгневался. А вот, допустим, в переводе, который чисто, торовский, написано «Вооружитесь чистотой», чтобы не разгневался, и тому подобное. Почему? Потому что, вот, допустим, если я читаю перевод, вот, который в Библии «РПО», вот этот, здесь написано, вот, 12 листей, «Целуйте стопы его», да, вот это, а иначе раздельемый цёный ждёт вас гибель на вашем пути. То есть, если вот этот брать перевод писания, то здесь, как бы, о сыне совсем ничего не говорится, то есть, «Вооружитесь чистотой». Это из разных москриптов перевод, или это… Нет, это, я думаю, что разные понимания. Дело в том, что, когда я в своё время изучала иврит, я сразу говорю, что я его знаю очень плохо, потому что он учится очень быстро, но очень быстро забывается, вот, то у меня вообще возникло ощущение, что Ветхий Завет невозможно перевести «ваща», что это настолько трудно, что это настолько иные мысли, понимаете, иное мышление. Слова можно, взять слова, слово за слово, слово за слово, но иная ментальность. Вот, и мы вот барахтаемся, как щенята в воде. Вот вопрос, выплываем мы или нет? И я, как говорится, благодаря Богу за то, что он не наделил меня таким бременем, как перевод Ветхого Завета, потому что Новый Завет, там тоже много есть трудных мест, есть у Павла трудные места и так далее, есть и в Евангелиях трудные места, но это не сравненно легче, не сравненно, потому что, во-первых, меньше времени, во-вторых, это переведено, переведено на европейский, перед нами ведь перевод, да, потому что Иисус говорил по-арамейски, значит, ученики слышали его и запоминали, они тоже, так сказать, запоминали по-арамейски, но с самого начала текст был переведен на греческий, для того, чтобы иначе, если бы это было на арамейском или на еврейском, то это означало бы, что христианство возникло и осталось в таком маленьком уголочке мира, в темном, никому неизвестном, а греческий язык того времени был языком международного общения, то есть вся Римская империя говорила на греческом языке, конечно, тогда не знали про Австралию, про Америку, но это, как бы, так сказать, бог с ними, скажем, Европа, Азия, большая часть Азии и вся северо-восточная Африка, это все, представляете, колоссальная территория, и они все говорили по-гречески, лучше, другие, хуже, и, значит, то, что перед нами сразу же перевод означает, что с самого начала христианство было задумано как религия для всего человечества, а не для маленького уголочка. Поэтому я вам скажу, что я рада, что это по-гречески, греческий – это все-таки европейский язык, мы его понимаем, как понять еврей, в котором тот древний язык, не нынешний, а древний, в котором, например, нет времен глагольных, а перед нами это, поэтому, вы понимаете, в Ветхом Завете есть трудные места, есть абсолютно непонятные места, в переводе современном там есть примечания, есть иногда даже указано, что непонятно, или дается перевод, некоторые переводчики, ученые, как бы дают какой-то приблизительный, то есть они гадают, а может быть, это так. Поэтому я вам ответить на этот вопрос не могу, я сразу сказала, что я не буду отвечать, но иначе я могу, конечно, наговорить, и у вас сложится впечатление, что перед вами вообще, а хочу сейчас на коптском заговорю, а сейчас на китайском, а сейчас на японском и так далее. Нет, этого я не знаю, поэтому, пожалуйста, по Новому Завету любые вопросы, опять же, не могу сказать, что я обязательно, а ты пойму и знаю, но, по крайней мере, это бы легче, да? Вот снова я, Гмелья, уточнение к тому, что вы мне тогда ответили, вы сказали, что главное понимать, как-то рассматривать, чтобы оно опускалось, как бы, то есть, получается, чтобы не просто пролетало мимо, да, стихичное обедие. И в этот момент мне показалось, что вы имеете в виду, что я как, я литературовед смотрю на обедие, и я все-таки с духом святым разбираюсь. Я же не просто смотрю на текст, который как могу, как литературовед, разбирать. Можно вот так посмотреть, можно вот так. Но если, я верю, что это как-то духовновленная книга, если духом святым она так нагрена, то, наверное, он и может понять, да, понимание той самой истины, того смысла, который Богом задумал. Или все-таки там действительно куча разных вариантов, я могу рассказать. Есть варианты. Есть больше пяти тысяч рукописей Нового Завета, и нет ни одной, которая бы совпадала полностью. Но в большинстве случаев это очень мелкие. Мелкие там опечатки, описки, значит, ошибки переписчиками и так далее, и тому подобное. По поводу Святого Духа, Святой Дух не диктовал Новый Завет. Святой Дух не диктовал. Я не сказала, что он диктовал. Нет, это я говорю так. Громко он не диктовал Новый Завет. Новый Завет богочеловеческое произведение. Здесь могут и есть даже ошибки. В одном Евангелии они приплыли к этому городу, а в другом Евангелии они приплыли точно в том же рассказе и приплыли к другому городу. Если мы берем Апокалипсис, там такое количество ошибок в греческом, что если бы мы попытались перевести вот с теми ошибками, которые там есть, то в общем решили, что мы просто идиоты, дураки и греческого не знаем. Вот. Поэтому это трудный текст, но вы поймите, что Бог, Он дал нам текст тоже уже в переводе. Бог ведь не говорит ни на еврейском, ни на греческом, ни на каком, а Он заговорил с нами на человеческом языке. А человеческий язык, он не может воспринять божественный язык. Следовательно, уже есть какие-то зазоры между пониманием. Вот. И, поэтому, понимаете, думать надо, да, потом бывает так, сейчас люди не понимают это место, а потом явится какой-то умный, разумный, хороший, интересный человек, и вдруг он скажет, вот здесь, может быть, будет найдена какая-то рукопись, потому что время от времени находится рукопись, например, в Египте, там, песок в пустыне, и папирусы сохраняются, кусочки, но сохраняются, или кусочки пергамента. В каком-нибудь сыром болотистом месте это мгновенно все там рассыплется в прах. И поэтому, ну, скажем, например, когда были открыты Кумран, были найдены кумранские рукописи, там огромное количество споров, потому что ученые по-разному переводят, там же тоже, в общем-то, часто рассыпаются эти тексты, но в некоторых случаях нам стало более ясно, какие-то новозаветные вещи. Потом переводчики разные, авторы Евангелия, например, они тоже могут передать по-другому. Вот, например, такая интересная вещь. Евангелие от Матфея говорится, не давайте собакам святыни, не бросайте жемчуг под ноги свиньям. Обычно в таких вещах должны быть параллели, но святыня и жемчуг это не параллельные вещи. Вот если бы не давать собакам драгоценные кольца, свиньям жемчуг, это было бы понятно. Вот ученые задумались, значит, по-еврейски там святыня Кедыша, а Золотое кольцо очень похоже звучит. И может быть переводчик Матфея, да, он может перепутать. Разницы особо и нет, но гораздо интереснее. Потому что в еврейском языке у них очень много подозвучания, они очень близко звучат. Или, например, у Матфея и у Луки есть одна фраза, я только не помню у кого что, значит, но мудрость Божья оправдала его своими делами. У одного из евангелистов. То ли у Матфея, то ли у Луки. А у другого сказано так, но мудрость Божья оправдала его своими детьми. Детьми, да, детьми. И тоже говорят, что здесь похожие по звучанию слова. По большому счету от того, что делами или детьми наша вера не должна колебаться, потому что если наша вера построена на том, что здесь дела или дети, то это не на твердом фундаменте на песке. Это как бы задача, конечно, это интересно филологам, это интересно библеистам, это интересно человеку, который хочет понять каждую буковку, понять каждую буковку. Но по большому счету ничто в нашей жизни не меняется от того, давать собакам святыню или давать собакам драгоценные кольца. Но от этого не меняется. Смысл-то мы все равно понимаем здесь, что в общем чего-то хорошего не надо давать собакам, чего-то хорошего не надо давать свиньям. Потому что свиньи и собаки воспринимались евреями как нечистые животные, как нечто очень-очень плохое. А некоторые полагают, что евангелист Матфей имел в виду апостола Павла. А он же пошел к язычникам. Но евангелист Матфея самое еврейское евангель. Я понимаю, то есть получается Павел бросал эту святыню да, 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 да. Возможно, во всяком случае враги Павла точно говорили, что он отдает святыню наших отцов вот этим собакам скрепы разрушает. Скрепы разрушает. Понимаете? Его обвиняли как раз в том, что он разрушает веру отцов, веру предков. Иисуса тоже в этом же обвиняли, а Павла тем более, потому что, понимаете, обрезание это печать завета, печать договора. А Павел сказал, если евреи хотят делать обрезание, это их дело, но язычники не обязаны, потому что у нас общий отец Авраам, отец не по крови, а отец веры. Вот, и всякий, кто верит, он поэтому отец Авраама. И к нему относится то великое обещание, которое дал Бог. Твои потомки, в твоих потомках найдут благословение всенародной земли. Так, вопросов нет или вы устали, или вопросов нет. Дорогие друзья, вот эти книжки сравнительно недавно вышли. Вот, письмо филиппийцам, это одно из самых прекрасных писем Павла, я его очень-очень нежно люблю. Павел в тюрьме, этого для нас очень важно, потому что он нигде, он просит, чтобы о нем молились, но вы думаете, он просит, молитесь о том, чтобы меня выпустили из тюрьмы, он просит о том, чтобы они подражали Христу. И он говорит, радуйтесь, радуйтесь. Маленькое письмо, 14 раз употреблен глагол и существует на радоваться. То есть христиане это радость, невзирая на горе, болезни и так далее. И это говорит не человек, у которого все хорошо и ему так легко совет давать советы другим. А это человек сам больной, перенесший огромное количество несчастья, оскорблений, унижений, который заключен в тюрьму, из которой непонятно выйдет он или нет. Он говорит, не знаю, что лучше, жить или умереть, умереть, быть с Христом, то есть даже лучше, но я думаю, что еще немного есть работы. А это письмо апостолы 2 письма коротких апостола Петра и совсем коротенькое письмо Иуды, но только, конечно, не Искариот, а брата Господня. Здесь прелестные есть вещи, особенно в Петре. Многие называют это письмо о христианских страданиях, другие называют это письмо о христианской надежде, где Петр на пальцах объясняет своим слушателям о том, что, когда мы страдаем, то мы подражаем Христу, о том, что мы должны страдать, что страдание Бог защитывает нам, когда это неправедное страдание, когда нас наказывают не за дело. а если мы что-то украли и нас побили, то это не страдание, которое заслужено. Вообще каждое письмо, каждый текст Нового Совета по-своему прекрасен. Во-первых, в письме Петра изумительный рассказ о церкви. Церковь, церковь это мы, мы живые камни, из которых сложено здание, дом Божий. То есть мы одновременно материал, из которого построен дом, и мы одновременно все священники, которые служат в этом храме. Это же изумительная метафора, изумительная красота. Кстати, тоже притча, кстати. Вот. Во втором письме Петра очень интересно, когда там гадают люди, когда, почему же он не приходит? Уже столько времени прошло, все стоит как есть. И он предлагает два ответа. Один ответ, что у Бога разное, у человека разное представление о времени. Он берет это из Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете есть для Бога час, то же самое, что тысячи лет, и тысячи лет, что один час. А второй ответ совершенно другой, что Бог продлил время, давая нам шанс на раскаяние, потому что он хочет, чтобы спасли все. Если он придет вот сию минуту, то многие уже не успеют раскаяться. А вот если время, как бы, так сказать, немножечко растянется, то тогда вот у нас появится шанс, дополнительный шанс. Поэтому, пожалуйста, все эти книжечки, видите, маленькие, вот, я над ними трудилась, и если вы будете их читать, я буду очень рада. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.